Эта зима должна стать последней, когда жители фронтового обогреваются печным отоплением. Еще до Нового года в селе закончились работы по газификации. У заборов местных жителей теперь торчат вот такие желтые пенечки труб с топливом. Только вот чтобы провести газ уже до дома, жителям надо заказать проект, нанять работников. Сельчане переживают, что подключение дорого обойдется, а могут потребовать до 30 тысяч рублей. Об этом они рассказывают и главе региона. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев лично обходит фронтовое. Проговорим и типовой проект разводки тоже, чтобы мы сразу по минимальным ценам людям предлагали. Понятно, все, что довели это государство, все, что на вашей территории, это надо будет, конечно, оплачивать. Мы уже будем помогать сыну с ним, по-любому. Потому что мы тут тоже находимся. В проект дозификации фронтового не попали две улицы. Как выяснилось, их даже нет в кадастровом плане. Но это непременно исправят, заявляет губернатор уже с этой недели. На базе обновленного клуба «Корабел» будут работать специалисты. В клубе будет с понедельника уже работать штаб. Я обязательно сделаю так, чтобы в этом штабе были, кроме газовиков, еще и земельщики. Чтобы все вопросы, чтобы подключить, надо, чтобы были правоустановочные документы все готовы. Постараюсь, чтобы эта группа, которая приедет, максимально помогала жителям решить все свои вопросы и подключиться к газу по минимально возможной стоимости. Газификация села идет за государственный счет. А вот работы на честной территории, что называется, за забором хозяева должны оплатить сами. Но губернатор подчеркивает, что плата должна быть не более 10-15 тысяч рублей. А пенсионерам в газификации нужна будет помощь. Сейчас каждый случай будет индивидуально рассматриваться специалистами в штабе. Полина Кольт, Андрей Вовк. Новости Севастополя. Новости Севастополя.